День за днём множество событий, но нас интересует главное. То, что касается каждого. Ток-шоу – главная тема. Не секрет, что на работе мы проводим большую часть сознательной жизни. Как бы хотелось, чтобы этот отрезок был для каждого из нас комфортным и, наверное, в первую очередь безопасным. Но статистика отвечает – в реальной жизни далеко не всегда так. Конфликты в коллективах заставляют людей идти в суд, а травматизм на производстве лишает жизни и калечит судьбы. Так как же избежать острых углов и обеспечить каждого правом на безопасный труд? Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы – председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. Алексей Николаевич, рад видеть. Главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Екатерина Филипцова. Екатерина Александровна, добро пожаловать. Главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Анатолий Лапусь. Анатолий Николаевич, милости просим. И председатель первичной профсоюзной организации Гомельского городского комбината школьного питания Ольга Шапорова. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Итак, защита трудовых и социальных прав. Сегодня об этом еще достаточно много будем говорить. В студии на Пушкина 8. Алексей Николаевич, это ведь и в том числе одно из топовых, одно из главных направлений деятельности Федерации профсоюзов Беларуси. Все верно? Да, конечно, это все верно. В настоящее время это одно из самых направлений важных в нашей работе. Защита социально-экономических прав наших трудящихся. Поэтому этому уделяется особое внимание во всей республике, но и в Гомельской области в частности. Я знаю, что в этом деле достаточно тесно сотрудничаете с прокуратурой области. Расскажите, вот это партнерство, насколько эффективным является? Наверняка есть показательные примеры. В 2017 году было подписано соглашение между Генеральной прокуратурой Республики Беларусь и Федерации профсоюзов Беларуси, которые и предусматривают нашу совместную работу в направлениях по приему граждан, по правовой поддержке их в любых направлениях, в том числе как и трудовой деятельности, так и вне работы. Прокуратура оказывает довольно-таки очень серьезную поддержку в данном направлении. Мы совместно проводим приемы по всей области. Граждане, приходящие на прием, могут обратиться как непосредственно к правовому инспектору наших профсоюзов, так и к прокурору. Что ж, ну а сейчас более детально поговорим о наиболее частых и распространенных обращениях к профсоюзным юристам. Екатерина Александровна, давайте смотреть и комментировать. Итак, слайд из сайта 1 в профбай. Мы успешно решаем следующие проблемы. Увольнение, невыплата заработной платы, материальная ответственность, лишение премии и так далее. Давайте по каждой из позиций пройдемся более детально. Все верно, именно с этими вопросами наиболее часто к нам обращаются люди за консультацией. Я хочу сказать, что в среднем у профсоюзных юристов ежедневно консультации получают порядка 100 человек. И, безусловно, топовым вопросом здесь являются вопросы, касающиеся приема и увольнения. Это касается и порядка увольнения, соблюдения определенной процедуры увольнения, соблюдения сроков при увольнении. Ну, безусловно, и самого факта увольнения. Зачастую наниматели допускают ошибки, производя увольнение работников. Работники обращаются в профсоюзы за консультацией. Двигаемся дальше. Невыплата зарплаты. Насколько сегодня много обращений связано вот с такой формулировкой? С такой формулировкой, к счастью, немного обращений. Зачастую к нам обращаются не наши члены профсоюза, а обращаются работники частных структур, где не созданы первичные профсоюзные организации. Вот с этим вопросом они приходят к нам, чтобы найти путь, как себя защитить, в каком направлении двигаться, как получить то, что заработал. Лишение премии – это действительно важный вопрос, так как в ряде организаций премия, это стимулирующая мера, она составляет более 50% от всей заработной платы. В некоторых организациях это годовая премия, в некоторых организациях квартальная. То есть, лишаясь этой стимулирующей выплаты, работник теряет значительную часть своей заработной платы. И зачастую наниматели, опять же, допускают ошибки и незаконно не выплачивают работнику премии. При увольнении работник должен получить окончательный расчет. Наниматель обязан произвести его в день увольнения. Частый вопрос – это получение расчета при увольнении. То есть, мало факта уволиться, работнику достаточно тяжело в отдельных ситуациях забрать окончательный расчет. И еще статистика в тему разговора. Более 20 лет успешной работы. 100 профессиональных юристов по всей Беларуси ежегодно консультации получают около 150 тысяч человек. И все это бесплатно? Действительно так? Все верно, бесплатно. Мы видим статистику по Республике Беларусь. Если говорить о Гомельской области, то у нас работает команда из 10 высокопрофессиональных профсоюзных юристов, которые ведут ежедневно личный прием, на котором каждый член профсоюза может прийти и абсолютно бесплатно получить консультацию. Также мы можем оказать помощь в составлении различного рода процессуальных документов, заявлений. Вот эти 10 специалистов, они работают только лишь в Гомеле или в том числе в регионах? Эти специалисты являются представителями областного уровня, работают они в городе Гомеле, но есть такие формы работы, как посещение регионов Гомельской области, то есть проведение профсоюзного правового приема граждан, на котором у профсоюзного юриста в каждом городе Гомельской области, который является районным центром, можно получить квалифицированную консультацию. И очень важное дополнение, это правовая помощь под ключ касается только лишь трудовых споров. Все верно? Правовая помощь под ключ, да, все верно, касается прежде всего трудовых споров, но и связанных с ними социально-экономических интересов работников. Ведь в трудовой деятельности работник сталкивается не только с непосредственно трудовыми правоотношениями, в определенный момент это вопросы пенсии возникают, это оформление, это запрос каких-то документов. То есть в данном направлении мы также оказываем помощь. И все-таки если возникает конфликт, главная задача, в том числе, которую ставите перед собой, как понимаю, это досудебное решение проблемы споров? Так как наниматель в то же время, несмотря на конфликт, является нашим социальным партнером, то, конечно, в первую очередь мы стараемся решить проблему путем диалога. При этом выслушать обе стороны, потому как зачастую конфликт возникает на почве обычного недопонимания. Работник недопонял, наниматель немного не так объяснил. И большинство конфликтов, они снимаются, не доводя до судебного разбирательства. Дело в том, что трудовая деятельность наших людей, она, это, да, это основное время провождения в течение дня. Но в то же время существует еще и свободное от работы время. И в это время иногда происходят моменты или какие-то ситуации, которые требуют именно помощи правового инспектора. Вот именно и в этом плане... И здесь тоже поддержка будет бесплатной? Конечно. По правовой поддержке. Что касается всех правоотношений, гражданских правоотношений, исключая уголовное, мы оказываем помощь также бесплатно всем нашим членам профсоюза. Вообще, на мой взгляд, замечательные варианты, замечательные примеры заботы о человеке труда. Это что-то вроде своеобразной подушки безопасности для каждого из нас. Но ведь, как мне кажется, не так много информации об этом важном направлении или все-таки это позиция обывателя? Не, в настоящее время мы уделяем особое внимание, информированию о нашей деятельности. В первую очередь, правовых инспекторов. Это и нововведение нашего областного объединения, как телефон доверия. Человек, находясь на рабочем месте, конечно же, в нерабочее время, согласно трудового законодательства, имеет право в перерыв, предположим, позвонить о какой-то проблеме, которая его волнует. Что касается его трудовой деятельности, либо нетрудовой деятельности, скажем так, два разграничения. И изложить по телефону то, что его волнует. Правовой инспектор примет его звонок в определенные дни, указанно в каждой организации, будет есть телефон. Примет его информацию и даст консультацию, если это возможно, в этот же онлайн, как говорят. Либо же примет к сведению, потом свяжется с человеком, который звонил, и даст необходимые рекомендации. Либо попросит приехать и предоставить необходимые документы для разрешения вопроса. Я знаю, пошли дальше, сейчас консультируете в том числе и с помощью Viber. Наш телефон доверия работает по каждой пятнице. Он работает с 9 до 12, с часа до 16.00. Работает он в режиме прямой линии. И номер мобильного телефона через код 29 612 90 85, оператор Велком. По данному же номеру с помощью сервиса Viber можно получить консультацию. То есть задать свой вопрос, получить квалифицированный ответ. Либо, если вопрос не входит в нашу компетенцию, с таким также вопросами к нам обращаются. Мы рекомендуем, где лучше, гражданину разрешить свой вопрос. В том числе можно направлять, прикреплять к сообщениям и документы, чтобы человек, который находится далеко от города Гомеля, опять же, мог получить квалифицированную помощь. Это, конечно, безусловно, удобно, но все ли вопросы можно решить при помощи общения в сети? Безусловно, не все. Личная консультация – это наиболее эффективный способ узнать, что же действительно волнует человека. Потому как, позвонив по телефону, набрав сообщение, безусловно, весь объем информации человек что-то не вспомнит, что-то не посчитал важным, задавая уточняющие вопросы, более полно представляешь себе картину произошедшего и, соответственно, ищешь пути решения. Тем временем к разговору в студии спешит присоединиться главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Валерий Армушевич. Здравствуйте, Валерий Николаевич, присоединяйтесь. У вас есть немало показательных примеров в тему разговора. Да, действительно, примеры есть, и они совсем свежие. Так, например, судом Калинковического района было вынесено решение по иску вдовы погибшего работника к молочному комбинату о взыскании единой материальной помощи в размере 10 годовых заработных плат в результате несчастного случая на производстве. Судом исковые требования были удовлетворены частично, поскольку имела место быть вина самого погибшего. Сумма составила выплат около 35 тысяч белорусских рублей. Основанием явились нормы тарифного соглашения, заключенного между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Белорусским профсоюзом работников агропромышленного комплекса и Республиканского агропромышленного союза. Это был первый пример. Второй пример тоже не менее интересный. Суд Чечерского района восстановил работника, взыскал средний заработок за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда. Основанием для обращения явилось непродление контракта. Здесь также большую роль сыграло тарифное соглашение. Валерий Николаевич, как считаете, правовая грамотность, она ведь хромает и у гомельчан, не говоря про простого сельского жителя. Возможно, от того недопонимание часто и конфликты на предприятиях? Исходя из практики, хотелось бы отметить, что конфликты в трудовых коллективах действительно существуют. И здесь провести грань между городом и селом очень сложно. Вместе с тем, правовая грамотность, невзирая на человеческий фактор, конечно, имеет огромную роль. У нас, у славян, к сожалению, или к радости заложено, что проблемы решаются по мере их возникновения, поступления. Но, конечно, бы хотелось разрешения проблем именно на стадии их предупреждения. Во многих случаях при разрешении конфликта, конечно же, хотелось бы на стадии их возникновения разрешать проблемы и не доводить до судебных споров. Бывает так, что достаточно поговорить со сторонами, и конфликт может быть исчерпан. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще пример в тему ждем в студии на Пушкина 8 председателя Гомельского районного объединения профсоюзов Викторию Ладутько. АПЛОДИСМЕНТЫ Виктория Литонна, вот интересно, а как руководители обычно реагируют на профсоюзный контроль? Не считают ли вмешательством в личную жизнь отдельно взятого коллектива? Профсоюзная организация Гомельского района существует уже долгое время с момента основания предприятий и учреждений. И, конечно же, роль профсоюза раньше сводилась к выполнению таких направлений, как организация культурно-массовых, развлекательных мероприятий, выделение материальной помощи работникам, распределение жилья, других материальных благ. Конечно же, в современных условиях изменяются, модернизируются трудовые отношения на предприятиях, и профсоюзные организации не стоят на месте, они тоже изменяются. И большую часть времени своей деятельности уделяется экономической и юридической составляющей. Работая с руководителем, возникают разные ситуации. Конечно же, бывают и проблемные, но у нас в районе очень развитое социальное партнерство. На предприятиях руководят опытные профессионалы, дальнозорки, дальновидные руководители. И, вы знаете, сложились очень хорошие отношения между профсоюзными лидерами, профсоюзными комитетами и руководителями. Ведь, по-хорошему, это своего рода подсказка для того же руководителя. Конечно же, мы очень часто, каждый день я сама лично выезжаю на предприятия разных отраслей нашего района, и мы осуществляем как правовой профсоюзный контроль, так и смотрим вопросы соблюдения законодательства об охране труда. Не могу сказать, что все у нас гладко и чисто в районе, нет. Конечно же, возникает много вопросов. Мы нанимателям даем рекомендации, и в установленные сроки они выполняются. Катерина Александровна, вот еще важное направление – юридическая помощь с доставкой практически на дом. Говорю сейчас о выезде специалистов в районы. По какой схеме работаете? Каждый последний четверг правовые инспекторы Федерации профсоюзов Беларуси разъезжаются во все регионы нашей страны и проводят бесплатную консультацию по вопросам трудового законодательства. Такая практика сложилась уже на протяжении четырех лет. Конечно же, я считаю, что такая форма имеет свое преимущество. Населению однозначно удобно. Но вот все-таки, если говорить о Гомельском районе, какие проблемные вопросы наиболее распространены? Наиболее распространены вопросы. Большая часть – это касающиеся трудового законодательства. Затем идет процент, наверное, процентов 13 – это вопросы жилищного законодательства и пенсионного законодательства. Но если анализировать вот четыре года, у нас в 2017 году проведено было 9 приемов. И было около 40 человек. Уже в этом году к нам обратилось 34 человека. Около 50 вопросов было разъяснено и решено. Какие основные вопросы? Это вопросы, касающиеся выплаты материальных каких-то благ. Это индексация заработной платы. Это порядок предоставления отпусков без сохранения заработной платы. Трудовых отпусков, соблюдение графика. И очень многих других вопросов. Ольга Валерьевна, подключайтесь к разговору. А как по-вашему, откуда ноги растут у конфликтов в коллективах? Я думаю, что все очень просто. Если обе стороны будут желать наладить отношения, не будут запускать этот конфликт вглубь, вопросы эти не будут замалчиваться, своевременно будут разрешаться, никаких конфликтов в итоге не будет. Но если уже возник конфликт, то нужно приложить, конечно, массу усилий с обеих сторон, слышать друг друга, чтобы диалог был полноценным. И тогда все равно, я думаю, до суда мы не дойдем. И это, наверное, в том числе самое главное. И все-таки для того, чтобы чувствовать коллектив, чувствовать каждого, нужно быть в центре этой команды. Как быть, если семья профсоюзная, 1200 человек, как в вашем случае, как быть внимательной для каждого? Что касается семьи, моя семья не самая большая. Здесь в студии присутствуют мои коллеги, у которых семья гораздо больше. Но при современных средствах коммуникации, телефонах, гаджетах, в том же Вайбере, конечно же, это легко. Как правило, ко мне обращаются по телефону. Я щажу каждого работника и не заставляю их ходить ко мне, приезжать ко мне, потому что это весь город Гомель. Это, в общем-то, и время рабочее, и личное время, чтобы добраться и получить какую-то консультацию. Если я могу, я стараюсь отвечать сразу на поступивший телефонный звонок. Городской комбинат школьного питания, как понимаю, с большего коллектив женские. Есть ли специфичность в проблемных вопросах? Специфичности, я бы сказала, нет. Потому что как и женщины, так и мужчины, у них одинаковая забота и о семье, и о благосостоянии. Что касается трудовых отношений и безопасности наших будней рабочих, вот не могу сказать, что есть какие-то особенности. Это все как обычно. Алексей Николаевич, коллективный договор, по-хорошему, настольная книга и для руководителя, и для работника. Вот интересно ваше мнение, как должен выглядеть идеально составленный коллективный договор? Позвольте, Александр, я немного в ответе на этот вопрос начну с другого. Начну с того, что у истоков подписания, подготовки коллективного договора на предприятии все-таки стоит коллектив. А самое главное, кто представляет коллектив, это председатель профсоюзного комитета. Очень многое, что зависит от этого человека на предприятии. И даже касаясь ранее сказанной темы, именно информирование наших работников о том, что проводится такая работа, которую вот сейчас мы услышали, и как она поставлена, даже при видимом ее благополучии на сегодняшний день, хотя она не совсем достаточна, информирование наших граждан, наших работников, наших людей очень и очень слабо. Я так оцениваю реально, что есть. Мы, конечно, сделаем, очень много стараемся по этой теме. Но в то же время, даже при благополучии предприятия, если будет на предприятии председатель правкома не надлежащий подготовленный, неграмотный, не сможет донести до людей ту информацию, которая идет из федерации, из объединения, конечно же, будет упущена работа, будет упущен тот контакт с людьми, которые работают на этом предприятии правкома. Мне подсказывают, есть дополнения из зала, предлагаю выслушать. Надежда Шумак, главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. Хотелось бы отметить, что коллективный договор это локальный нормативный правовой акт, который принимается сторонами, двумя сторонами, стороной нанимателя и работающими у него работниками, представителями которых является профсоюзный комитет, ну, в частности, председатель первичной профсоюзной организации. И не всегда те гарантии и нормы, которые у нас требуют определенных финансовых затрат, есть в данном документе. Можно на сегодняшний день предусмотреть такие гарантии, которые не требуют финансовых вложений, но очень важны для наших людей, для наших работников. В частности, на сегодняшний день очень актуальной проблемой, я считаю, является гарантия занятости, потому что очень много на сегодняшний день обращений, в частности, к контрактной форме найма, там, где продление, заключение контрактов на минимальные сроки или же на максимальные сроки. Вот именно в коллективных договорах необходимо предусмотреть категории работников, которых в тех или иных случаях будут заключаться контракты на максимальный срок или продлеваться на максимальный срок. И сегодня, к счастью, такие коллективные договора имеются у нас, и наниматели идут на такие соглашения, потому что коллективные договора – это выгодно двум сторонам – и нанимателям, и работникам. Почему? Потому что для создания микроклимата в коллективах, для того, чтобы сохранить какие-то династии трудовые, для того, чтобы не потерять квалифицированных работников, для того, чтобы дать гарантии льготы работающим матерям или же, например, тем социально незащищенным категориям работников, которые имеются на предприятии, в частности, инвалидам и еще каким-то там высококвалифицированным работникам, как я уже говорила. Поэтому на сегодняшний день коллективные договора – это конституция конкретной организации или предприятия, и все те пункты, которые там предусмотрены, они являются обязательными для исполнения сторонами. И действительно, мы проводим на работе большую часть сознательной жизни. Анатолий Николаевич, возможно, потому такой серьезный контроль за безопасностью труда. Ну, конечно. Но самое дорогое у человека – это, естественно, жизнь и здоровье, которое невозможно, как говорят, повернуть вспять. И, естественно, здесь человек заинтересован, прежде всего, и наниматель, чтобы вернуться домой здоровым и живым. Говоря об актуальности, тему, которую затрагиваем, чтобы было понятно зрителю, какие наиболее распространенные причины травматизма и гибели на производстве сегодня в Гомельской области? Ну, знаете, я не открою, как говорят, Америку. Самая распространенная причина – это человеческий фактор. Когда именно человек своими неправильными действиями приводит к тому, что получается травма или, не дать бог, смерть. Это нарушение требований охраны труда, точнее, необеспечение безопасных условий труда со стороны нанимателя – это практически 25% несчастных случаев. С другой стороны, невыполнение требований инструкции по охране труда со стороны работника – тоже где-то, мы констатируем статистику, тоже примерно 25%. И к этому добавляется сейчас очень актуально рост травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с производством. Когда человек, группа людей поехала в командировку по производственной необходимости, ну и произошло ДТП, и люди погибли. Анатолий Николаевич, но ведь… И неправильные действия, в общем-то… Часто невнимательность является причиной травмирования, в том числе и гибели, но ведь все-таки на большую часть этих факторов можно и нужно влиять. Что в этом плане считается эффективным? Вы знаете, наверное, вопросами охраны труда должен на предприятии заниматься каждый. Начиная от руководителя предприятия, кончая самим работником. И все-таки заинтересованность руководителя зачастую как раз-таки тот, кто ведет за собой команду, это ведь очень важно. Везде ли так? Вы знаете, к сожалению, не везде. Порой некоторые руководители думают об охране труда, вспоминают, когда произошел несчастный случай, потому что уже кому-то надо отвечать за их последствия. И уже тогда думают, ага, ой, что-то случилось. И тогда уже специалист по охране труда, давай иди сюда. Давай мы что-то будем делать. А на деле-то уже поздно. Случай-то произошел. Не так давно были подведены итоги мониторинга АПК. Не сильно ли нарушали в этом сезоне в районах в погоне за урожай? Вы знаете, слава богу, вот за последние пять лет, даже уже больше, именно при производстве, при уборке урожая непосредственно при этом процессе, вот в нашей области не было допущено несчастных случаев со смертельными тяжелыми исходами, как это, в общем-то, допускалось в соседних областях. Хотя мы понимаем, травмоопасная сфера, достаточно серьезное и сложное условие, часто это ненормированный рабочий график. Да, но у нас уже вошло в практику, что перед массовыми пассивными работами, уборочными работами проводятся так называемые месячники безопасности, когда уже предварительно и профсоюзные инспектора, ну, естественно, и государственные инспектора, и сами наниматели на местах смотрят, все ли подготовлено, чтобы вот этот процесс, как говорят, страда, было безопасным. Готовься они летом. И это дорогого стоит. А вот еще важная тема к обсуждению. Понятное дело, не все и не всегда может заметить руководителя. Здесь то, о чем вы говорили, действительно важна активная позиция каждого члена коллектива, но как быть, если для многих по-прежнему удобным, наверное, именно удобным является пресловутый девиз «Мая хата с краю». Ну, конечно же, существует такой институт общественных инспекторов. Это число работников определенной специальности. В каждом подразделении это свой человек, который избирается и на эту должность. Но в то же время, конечно, эти люди обучаются, эти люди знают свои обязанности. В настоящее время разработано ряд инструкций. Вот я считаю, что это должны быть не инструкции, а памятки для работы, очень краткие, понятные. Для любой профессии, прочитав ее, понятно было бы алгоритм действий твой на предприятии. А чем должен заниматься общественный инспектор? Это, конечно, очень главное, потому что ни один несчастный случай, произошедший на предприятии, не может быть не замечен его развитие этого несчастного случая. Понимаете, когда разговор идет, предположим, о несчастном случае, произошедшем с человеком, находящимся в алкогольном опьянении, невозможно не увидеть никому на предприятии, что человек находился в алкогольном опьянении. Его либо видели, как он распивал, либо уже видели в этом состоянии. Следовательно, с попустительства определенных людей произошел этот несчастный случай. Как можно человеку находиться в таком состоянии и в одиночестве, это невозможно. Поэтому общественный инспектор – это тот человек из числа работников предприятия, который непосредственно должен вести контроль по состоянию как окружающей обстановки, так и наличии людей, в каком состоянии находятся они на своем участке. Это первый помощник нанимателя. И если наниматель это понимает, правильно понимает, тогда и будет в этом тот результат, который мы добиваемся. Отсутствие несчастных случаев, не дай бог, смертей. И все-таки, если говорить об эффективности работы общественных инспекторов, они-то на общественных началах выполняют свой род деятельности, как замотивировать этих специалистов, чтобы спрос был серьезным? Вы знаете, Александр, конечно, общественный инспектор, я бы слово «общественный инспектор» заменил словом именно «общественный помощник». То есть сегодня наниматель должен проводить контроль по охране труда, осуществлять контроль, должностными лицами с участием общественных инспекторов. И следовательно, он должен создать условия для работы общественных инспекторов. С нашей стороны они избраны, обучены. Список лежит уже на столе нанимателя. Ну и, естественно, надо как-то заинтересовать. То есть механизм должен быть поощрение своего рода общественного инспектора за активную работу. Тем самым мы добьемся в общем и мотивации безопасно трудиться. И на ряде предприятий, я могу сказать, руководитель это понимает, что не просто вот общественный инспектор, он, как говорят, такой уже инициативный, что сам будет работать. Он, естественно, вырабатывает совместно с профсоюзным комитетом своего рода механизм вот этого мотивации и работы общественного инспектора. Толя Николаевич, ну и в завершении, подводя итог вот в том числе в этом блоке общения, у вас огромное количество примеров в тему разговора. Каких историй, достаточно серьезных и проблемных, удалось бы избежать, если бы кто-то вовремя обратил внимание, если бы кто-то предотвратил и поддержал, если бы кто-то дал нужный сигнал? Вы знаете, вот даже пример, когда происходит несчастный случай, не дай бог, вот где-то в лесу при валке леса, когда бригада, значит, вальщиков, вот один валит дерево, а другой рядышком стоит. И порой, вы знаете, мы сталкиваемся с тем, что вот этот, который стоит рядом, если неправильно валит дерево, нарушается технологический процесс валки, он спокойно смотрит. Так вот, задача общественного инспектора, по большому счету, самому не нарушать требования охраны труда и высший пилотаж остановить коллегу. В продолжение темы еще одно экспертное мнение. К разговору в студии готов присоединиться главный технический инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Валерий Чупругин. Валерий Анатольевич, подключайтесь к разговору, но вы действительно серьезную и важную тему затронули. Как, на ваш взгляд, можно правильно, грамотно замотивировать общественного инспектора? Ну, здесь уже правильно Анатолий Николаевич уже как бы рассказал, все это показал, наверное. И, ну, общественный инспектор, по крайней трудах, действительно, та сила общественная, это как бы наша армия, глаза и уши, как говорят наниматели, да. Вот, но в первую очередь должен быть заинтересован наниматель. Если наниматель сегодня не заинтересован, соответственно, никакой, никаких вопросов общественности, общественной работе как бы и не будет. То есть это все формально. Учитывая, что в нашем колл-договоре включены три формы, это стимулирование общественного инспектора по охране труда за активную работу. Всех по-разному предоставляют свободное время в неделю, у кого два, у кого три, у кого четыре часа для осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. В нашей отрасли предоставляется не менее четырех часов свободного времени, оплачиваемого в неделю для осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. И, соответственно, без согласия профсоюзного комитета общественного инспектора по охране труда невозможно уволить, наниматель не имеет права уволить. Но наниматель сегодня что говорит? Говорит, вы знаете, а что от вашего общественного инспектора по охране труда, как бы, ну, с простыми словами говорит он, а какого толка от вашего общественного инспектора по охране труда, что он делает и за что им выплачивают вот эти деньги? Соответственно, мы выработали немножко другую форму работы. Мы разработали критерии оценки деятельности общественных инспекторов по охране труда. То есть, другими словами, отсутствие каких-то сигналов о проблемных ситуациях, в том числе, это плюс, а не минус? Да, это плюс. Тем более, эти критерии, они согласовываются как с профсоюзным комитетом, как и стороной нанимателя. То есть, он уже сдает согласие, что если этот работник будет хорошо работать, то есть, наша общественность, соответственно, они будут стимулироваться. Стимулирование идет от двух до пяти базовых величин, в зависимости, как человек работает. Форма работы такова, как вообще подводятся итоги и оценивается деятельность общественного инспектора по охране труда. Значит, не реже одного раза в квартал собирается комиссия, общественная комиссия, ну мы как ее называем, на паритетной основе. С одной стороны наниматель, с другой стороны профсоюзный комитет, 50 на 50. И они принимают решение, кто все-таки хорошо отработал. После всего готовится протокол, на основании протокола оформляется ходатайство и направляется на имя нанимателя о поощрении наиболее активных общественных инспекторов по охране труда для поощрения. И все, эта форма работает. У нас, в принципе, в системе ЖКХ практически на всех предприятиях эта система у нас уже заработала. Валерий Анатольевич, в завершении поделитесь опытом. Ваш профессиональный интерес связан с контролем за достаточно травмоопасной отраслью. Как избежать здесь травмирования и гибели на производстве? Ну, как говорится, знаете, это вопрос очень интересный. Но чтобы убрать, сократить полностью травматизм, как правильно Анатолий Николаевич сказал, что такое присутствует как человеческий фактор. И чтобы исключить вообще, ну, это, наверное, невозможно. А вот как минимизировать непосредственно, то это возможно. То есть что для этого вообще надо? Это, в первую очередь, работника нужно качественно обучить, провести с ним проверку знаний, проинструктировать, стажировка, выдать необходимые средства индивидуальной защиты, привести в соответствие коллективную защиту и обязательно проводить преждевременно с ним медицинские осмотры. Только тогда мы можем не только минимизировать, а, может быть, и исключить все несчастные случаи на производстве. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня мы подняли достаточно серьезную, проблемную в какой-то части, но уверен актуальную тему. Безопасный труд и наша правовая грамотность. То, без чего сложно жить, развиваться и работать. Время подводить итоги программы у каждого из вас по традиции есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Пожалуйста, Ольга Валерьевна. Учитывая все сказанное, все равно хочу подчеркнуть, что как бы мы ни старались всеми силами, профсоюзными, нанимателем и другими, наверное, какими-то информационными и прочими помощями, пока человек не осознает, что его жизнь так бесценна и не возьмется за то, чтобы выполнять все правила техники безопасности, мы ничего не сделаем. Мы надеемся на то, что будет осознание и будет каждый человек отвечать за свою жизнь. Ну, вы знаете, для того, чтобы работа была безопасной, я скажу, что должна быть именно система профилактики, система контроля и система мотивации, еще раз повторюсь, безопасности трудиться. Подводя итог нашему разговору в части правовой грамотности, правовой защиты, я хочу сказать и подчеркнуть, что профсоюзная юридическая служба в настоящее время – это высококвалифицированные профессионалы. Однако вместе с тем, я полагаю, что не стоит забывать о том, что в силах сторон, в силах нанимателя, в силах работника сесть за стол переговоров и в конструктивном диалоге решить вопрос, который возник, не доводя до судебного спора. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Николаевич. Ну, а я, подводя итог всего того, что было сказано в этой студии, хотел бы, конечно, и обратиться и сказать, что информирование той работы, которая проводится как в области правовой защиты и консультации наших граждан, так и по охране труда – это ставить надо одно из, наверное, первых мест, чтобы человек знал, куда ему в случае каких-то сложных ситуаций в жизни обратиться, где ему помогут, и немаловажно, бесплатно помогут, и в случае, когда он не на работе, а в быту, в том числе. АПЛОДИСМЕНТЫ Что ж, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ